Доброго дня вам, друзья, не доброго дня вам, не дорогие. Обратите внимание на разбор ситуации шоу «Что, где, когда» от сведомых пропагандистов. Интересно, что каждый, кто не скандирует «Слава Украине», не скачет, условно говоря, тут же вы в системе координат попадаете в путинисты. Легендарная игра «Что, где, когда» не прошла проверку войной в Украине. Сложно поверить, но самое интеллектуальное шоу на телевидении за последние десятилетия превратилось в провластное пропагандистское шапито. Ваши передачи главный магистр игры за войну. Что еще вы ему даете играть? Геноцид украинского народа и отношения к нему раскололи знатоков «Что, где, когда» на два лагеря. Одни массово покидают клуб и отказываются участвовать в съемках на пропагандистском Первом канале. Объяснять моим украинским друзьям, не только коллегам, но и друзьям, а чего-то я регулярно появляюсь в эфире российского Первого канала. Другие беспринципно садятся за игровой стол. Магистры игры открыто поддерживают войну в Украине. Я не считаю, что в программе «Что, где, когда» могут играть только высокоморальные люди. А один из руководителей проекта, он же ведущий, утверждает, что Путин – счастье для России. Им осталось только свастику рисовать на столе и зиговать. Четырехкратный обладатель приза «Хрустальная сова». Магистр клуба Максим Поташов-Яра поддерживает убийство украинцев. Сейчас никаких правил, да, в мировой политике не осталось. Но для того, чтобы отстаивать свои интересы, нужно быть сильным. И нужно демонстрировать эту силу и готовность эти интересы отстаивать. Президент Федерации спортивного бриджа России рекламирует войну лично и выступает перед мобилизованными в учебном центре. Его коллега о деле самых ярких знатоков «Что, где, когда» Равшан Аскеров не понимает, как можно садиться за стол с путинистом. Аскеров еще в 2016 году ушел из игры. А после войны и вовсе уехал в Азербайджан. Я не понимаю, зачем нужно подлаживаться под, ложиться под этот кровавый режим, под фашистский режим, чтобы выжить. Это мне довольно странно. Можно пропустить несколько лет, но потом вернуться и быть настоящей, в живой передаче и говорить о том, что да, мы противостояли как-то режиму. А выходить сейчас, в такое время... За антивоенную позицию ему шьют уголовное дело о реабилитации нацизма. Другое дело украинец Андрей Козлов, обладатель ордена за заслуги перед Отечеством. Меня же наградили не за то, что я магистр, а я все-таки за мою телевизионную деятельность. Я за 30 лет на клевидении. Сколько уже? 30? Вы 80? Я с 89 года работаю на клевидении, а с 86 года в клубе «Что, где, когда». Такая честь, видимо, за любовь к путинизму. Ведь украинец Андрей Козлов поддерживает уничтожение этих самых нацистов и националистов, которых выдумала российская пропаганда. А его родной город Бариуполь, который был стерт с лица земли, по словам знатока, все это заслужил. Вот лично я, Андрей Козлов, ни в коем случае не претендую на то, что я являюсь моральным, высокоморальным человеком. Да, я стараюсь. Коллега Козлова, легенда, что где, когда первый магистр в истории клуба Александр Друсь тоже поддерживает войну. То есть мы говорили о том, что в Украине фашисты, в Украине убийцы нацисты. Потом так передохнули. За это время вы отвечаете на вопросы в передаче, которая спонсирует «Росатом». По сынок Владимира Ворошилова и ведущей передачи Борис Крюк и вовсе агитирует пропагандистские фильмы об Украине. А ведь именно Крюк фактически выгнал адвоката Илью Новикова за то, что тот защищал суде-украинку Надежду Савченко. Врань его все от начала до конца. В 2016 году Крюк заявил, что Новиков должен был покинуть клуб знатоков, как только решился взяться за дело украинской военнослужащей. Полицию претензий нет. Дарья Соловей тоже ушла из проекта из-за войны в Украине. Она родом из Белоруссии и была участницей команды Алены Повышевой. Еще публично высказались против войны такие известные знатоки, как Николай Крапель, Денис Галиакберов, Алексей Самулев. Он отказался от дальнейшего участия в играх команды Олеся Мухина. Теперь программа впервые за долгие годы выходит в записи. И зал полон неизвестных людей. Потому что я относительно недавно в этой же студии беседовал с Виктюком, который, как известно, из Львова, причем из Львова, который еще был польским. И он там в киевском издании достаточно резко высказался относительно того, что кому не нравится политика Киева, пусть с Донбасса уезжает в Россию. Я вот как бы с ним до начала эфира говорю, ну как же вот так вот. Он говорит, а что поделать, я же не смогу туда приехать, потому что Башмет не может посетить могилу отца. Это я знаю. Из-за того, что там просто на самом деле такая нетерпимость, что люди вынуждены вот ну как бы кривить души. А у нас ведь совершенно свободно можно говорить все, что угодно. Более того, там иногда даже это приносит какие-то дивиденды. То есть ты высказался против аннексии Крыма, и тебе сразу эфиры там, и сразу какое-то признание. Конечно, цитируемость, обложечка там, то и все. Да. Вот почему такой механизм? Почему вот какая-то такая избыточная толерантность в отношении людей, Я думаю, что она не избыточная, я думаю, что она нормальная. Я думаю, нормальная, пока это не становится магистральной линией медийной сферы и вообще идеологической, пока это не становится магистральной линией, и это нормально, потому что этим мы отличаемся не только от Украины, которые там, можно сказать, что у нас там война, поэтому мы в мусорные урны засовываем людей, которые нам не нравятся. Но мы отличаемся этим, серьезно говорю, от многих европейских стран, которые колыбели демократии и либерализма. Там табуированы очень многие темы. Там колоссальное как бы затемнение, куда вообще нельзя ступить. Там тебе просто снесут за эту голову, и тебе скажут, больше, парень, ты на телевидение не попадешь, потому что ты вообще не понимаешь, что это нельзя говорить. И в этом смысле Россия просто колыбель демократии сегодня. Мы вот сейчас только что сидели в другом эфире, там сидит Миша Ефремов, Андрей Макаревич, Грымов. Мы все говорим все, что хотим. Это все транслируется на всю Россию, ради бога. Но если кто-то кого-то здесь за что-то порицает, обзывает, это не значит, что у нас нет свободы высказывания. Они обзывают меня, я обзываю их. Всем свобода, всем праздник и радость. Я думаю, что это надо сохранять. Я думаю, что это надо оставить. Да, но меня несколько огорчает лексика, потому что когда режиссер бесспорно талантливый, и вот мною любимым, называет детей Донбасса личинками колорадов, то есть мне кажется, что вот лексически иногда выходит за какие-то границы. Спорить, дискутировать, да, конечно. Но вот все эти вот термины, ватники, укропы, опять же, с обратной стороны. Я, кстати, не слышал, чтобы какой-то публичный человек публично это слово произносил из литературы, из кино или из театральной элиты. Я не слышал, что кто-то говорил. Я вам скажу после литературы. Не, ну в смысле в эфире. Интересуйте, я ссылочку кину просто на Facebook. Хорошо, это точно не тренд. Я, может быть, немножко в розовых очках смотрю на своих сотоварищей по патриотическому так называемому лагерю, но мне кажется, что я и Сергей Шаргунов, и другие персонажи, мы гораздо более толерантны. Я гораздо более готов услышать чужую точку зрения и даже оправдать ее, и даже найти какие-то объяснения, почему человек... А ведь дело даже в самой точке зрения, а опять же в лексике, в термины. Слушай, ну лексика отвратительная. Мне кажется, что должен быть какой-то общественный договор, когда люди просто не идут, условно говоря, на концерт человек, который позволил себе такое высказывание. Если вот ты идешь и покупаешь эту книжку, значит, ты считаешь тоже детей Донбасса личинками колорадов. Должна быть какая-то средняя температура нравственности в обществе. А вот это не спорный вопрос, надо ли разделять продукт и творца. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.